Игнатий Тихонович, у меня вот к вам вопрос, я уже к вам за эти два дня второй раз подхожу, это уже в третий раз. Я просила вас сделать нам такое тематическое занятие и осветить в освете Библии трагедию, которую уже сейчас сто лет отметили. Трагедию того, когда расстреляли царя и все царское семейство. Но вы отказываетесь. Мне вот непонятно, почему вы это нам не хотите рассказать. Я прошу вас это осветить не только в освете Библии, но и как история это рассматривает, как святые отцы, как вы сами об этом думаете. Какие последствия для русского народа были после вот этого предательства. Вот вы сами ведь согласны с тем, что царское семейство канонизировано, насколько я знаю, вы от этого не отрекаетесь. Но тем не менее, нам не хотите рассказывать. Вот скажите, почему? Много вы говорите о Ленине, о других властях, а вот об этой власти, о том, что совершилось, и какие последствия, почему не хотите нам рассказать? Видишь, я не люблю половинчатость. Когда люди спрашивают, каждый раз, а вы что, пророк? Ну, какой пророк? Порок, а не пророк. Но книги у меня и все остальное написано в пророческом духе. Это все понимают. И поэтому сказать только то, что канонизировано, и я могу ему, это далеко не все. Я могу сказать только о том, что среди всех царей, какие у русских были за 300 лет на Романовской династии, это был лучший. По вере, по жизни. Лучший. А как царь самый худший. Как руководитель. Мы даже вообразить не можем, чтобы Иван Грозный, зная, что в стране вот это нарастает движение, каждый день убивают представители власти, и он бы сидел и смотрел. Смешно даже это сказать. Или Петр Первый, который того и другого Советского Союза ощутил. Почему очень подходит. Сталин тоже на это претендовал. И всех правителей, противников, как Соломон, подобрал. Отпускать живыми. Ссылают, они убегают несколько раз и прочее. То есть, совсем никакой. Обвинение в его адрес, хотя я, что о нем написано, я не просто читал, а читал литературу зарубежную, за рубежом, в Синоди. Улстые книги. Считал Соколов, который расследовал дело его убийства. Я этой теме практически посвятил 14 лет. Лет. Она называлась Абадейном 5. О масонстве. О крушении империи. О протоколе селонских мудрецов. О том, как-то идет антихрист. И сам царь, находясь в Тоборске, считал протоколы селонских мудрецов, которые считают подделкой царской охранки. И он говорил, да, так, все и есть. Я считал практически все его письма. Конспектировал, смотрел письма, когда он на свободе был, когда был в заключении. Я вспоминаю, когда наши учились ребятишки в Новосибирске, то они не написали, как бы так вас сделать, а Ленина. Я написал, я не люблю половинчитости. Понимаете, говорить нужно все. Есть такое извещение, а о мертвом говорят или хорошее, или ничего. Это у римлян было определенно сказано. О мертвом говорят все или ничего. А о хорошем еще не идет. Не было там хорошего. Он был злодей, как Фока императоры, Ликиний, которые были Диаклетиан, Декий. Вот о них. Я написал. Послал. Ребята то ли выдали как за свое, или сейчас я не знаю, их надо спросить. Но факт тот, что этот доклад пошел выше. Там стали считать, смотреть, выглядывать. Я показал, что это за фигура. Близко к этому моему рассуждению. А отец Дмитрий Смирнов говорил. Более чудовищной личности, чем Ленин, Ульянов, не было. Его нельзя не хоронить, нигде, где-то в космосе распылить только есть. Ни перезахоронения, ничего нет. Это абсолютно так. Вот ругает Гитлера. Я Гитлером очень интересовался. На моем форме столько о нем материалов. Я искал и ищу все еще. Какое у него было настроение после Курской битвы. Было ли, когда у него раскаяние? Я Гитлере Адольфии говорю, Шейк и Голубере. Вот так. А царя Николая у него никогда не было ничего. Все ясно. Евангельским христианином он не был. В России евангельской веры не было. Она пришла, оттуда ехали когда масоны, старались Библию перевести. И на ней, как знали, там Пашковщина, Штунда это. Вот этого знаю. Это Скворцов там, что об этом писал. Все, которые в то время были уже не православные, написали об этом. Григорий, один из них священник, это Григорий Петров, написавший Акафис. Слава Богу за все. За бога до расстрела. То есть это картина. Я вставки делаю такие, чтобы было понятно. Вот о царе. Проходит какое-то время, и мне снова они написали. О царе Николае надо написать. Ну, я говорю, о царе Николае никогда писать не буду. Я насчитывал М1 и М5. Это материал, мною собранный. Потом 20-й век христианства. Все, что о царе. И притом писали люди, которые никакого отношения не имели к патриархии. Это истинные, подлинные друзья царя Акафис. Я за основу разговора о царе беру только одну праздную. Которую говорил Григорий Ефимович Распутин. Папа, не начинай войну. Не начинай мобилизацию. Погибнешь ты и весь двор твой. Единственный пророк. Не Иоанн Хронштадтский, не Игорь Игоревич Игоревич, не Сарапим Саровский. А царя. А именно Распутин сказал. Это пишут сейчас в советске открыто. Он сказал. Три варианта. Я не знаю как, но я знаю исход. Вот если меня убил, просто крестьяне какие-то там, женщина его поранула ножом. Ну, бывает такое. В больнице лежал при смерти. Женщина подошла и ножом ударила. Тогда ничего не будет. Изменения. Как было, так идет. Но если дворяне будут участвовать в этом, будет большая смута. И дальше ты сказал. Вот если из царского дома будут родственники, братовья там где-то, то погибнет весь двор царский, семья и государство. И он все сказал. Все прям разложил. И он лежал в больнице, Григорий Ефимович. И очень сильно тревожился. И писал царю. Телеграммы слал папа. Он звал папа мамой. Близкий уходил. Все везло в них. Не надо делать мобилизацию. А он говорил. Царь, я солдат. И буду солдатом до гробовой доски. И он приходил возбужденный, радостный, веселый. Когда какие-то парады были. И он там кого-то награждал, офицера и прочее. А я абсолютный в этом вопросе подцепист. Нигде не воевать. Нигде оружие не брать. А что царь должен был делать? Ну если он верующий, сложить в себя полномочия мирно. И уехать куда-то там на какой-то остров Багамские острова или еще где-то. Ну и жил бы там, и дожил. Царь его убил уже. Сто лет для расстрела. Я его пятьдесят. Лет ясно, сто пятьдесят он не жил бы. А Алешке уже четырнадцать лет было. И он не жил бы. А больше шестнадцать ему никто не предрекал. У него гомопилия была от матери. А болезнь только на тот момент распространяется. И поэтому говорить о царе, которому мое сознание, канонизировав лет за двадцать до канонизации, Ябал Тюрмахаев, всегда ему молился. Его мужчиническая кончина стирает все его недостатки. Много о нем пишет Александр Савель Солженицын. И я как понимаю его, что отношение его было хорошее. Но царечка-то никуда и шли был. Какая-то там история. И это когда Красное Колесо он писал, он имел доступ ко всем архивам Конгресса. Вся литература, газеты, которые были, он сидел ими шабарщал и все выписывал. И он говорит, влияние церкви было такое. Если на царя было покушение и неудачное, царь живой. Заказано везде, были по стране благодарственного лебена. А если удачно все, ну заупокойное, все на этом качалось. Влияния церкви никакого не было. Церковь направлена была на то, чтобы никому не дать нигде сказать. В то время, как я, я бы сидел не вылазанно, как вот Али, монах, который предсказал. Запечатано было, что в таком-то году все погибнут. И царское семейство. Это все было предсказано. А он рожден был на Европе Многострадального. И так и считал, что так исполнится. Зачем он начинал войну? Без войны совершить вот это отречение, это невозможно было. Это никак. Мирная обстановка. Страна развивалась такими темпами, как пишут. Что если бы не было войны, ну нормально, как все продолжалось. То где-то в 1934 году Россия занимала бы первое место в мире по производству машин, угля, нефти, по всему. Такие изобретатели были. Все погублено было войной. Я разговаривал с теми, кто участвовал в первой военной войне. Я захватил этих людей, которые попадали под газовую атаку. Это вот только у Шолохова, в Тихом доме я нашел. Тихий дом. Там как они лезли, задыхались, обнимали деревья и там и застывали. Сразу одновременно 5 тысяч, 20 тысяч отравили. Газ, лошади, кошки, собаки, все дохло. Русские тоже начали это делать и туда. И воевали где в Австрии? Воевали-то не на своей территории. Война сгубила его. Поэтому говорить о царе, ну я бы мог сказать, что он курил табак до конца. Нет, абсолютно не подходит, не нравится. Я спрашивал, зачем он это делал. И мне смешной ответ давали в синоде. Ну знаете, солен, и все-таки офицеры, офицерский состав, большинство курили. И как-то в стороне бэти. Я думаю, вы за кого считаете? Если который подмазывается к кому-то, одержимыми какими-то злыми привычками, маленьким, то ему надо. А царь-то зачем переведены? Он пилан не курил. Все закрыли, все пивнушки, все табачные паблики. Он не какой-то был полновластный миродержец. Он не избранный какой-то президент. Но президент, это власть какая-то проголосовали его до срока. Импичмент объявили. Царю, никто не мог импичмент от страны представить. Никак. И это я не пользовался. По поведению, да, он короткий был. Надо было бешить кого-то. Ему говорил Белюков еще раньше, что если вот это продолжится, ограничение евреев в университеты не пускать, оседлость жизни, в каком месте жить, то евреи, не дай бог, эта революция будет, все потянутся в революцию. И Тренин, когда приехал в пломбирном вагоне, допустим, сейчас тыкру я не могу назвать, а то 176 человек. Из них 130, примерно, 8 были евреи. Вся революция, все еврейское было. Их не обвинять не надо, это их роль в мировой экономике, политике, свержении царей. И они так и написали, вот у нас был казнен Балтасар в той комнате. И что интересно, он давал обещание народу, как Азова заботится, Михаил, и кто, и народ ему говорил так, связано было с домом, хватило в другом месте. И расстрел пришел именно кипать его в дом. Царь выпускал там и пушки, и штыки. Эти штыки будут раздирать нежные тела его княжон, дочерей, сына, жены. Он ничего не видел. Он не понимал обстановки совершенно. Об этом еще раз говорю. Очень подробно пишет Александр Савич Служенецов. Он никакой в политике был. Говорят, что он был на побегушках у жены. Не знаю. В разной литературе я считал разной, ни к чему не преклоняюсь. Ну, это Матильду можно написать, пристроить любую. Я говорю только по Евангелию. Во свете Божии он никакой. Почему? Царь должен быть жестким, жестоким, подавлять противников, чтобы головы не поднимали. Это Соломон. У него брат, ну, от разных жен, но от отца такой же. Вот он пришел просить Ависагу, сына Митянку. И пришел через мать его, Версавию. Но когда он восстарился, он его вызвал сразу. Он говорит, мне царство принадлежало, я старше, ты младше. Ну, так вот случилось. Он говорит, разговор не об этом. Если я замечу, хоть раз ты где-то выйдешь искать престола, в этот же день я тебя цикл убыл. И он замолкнул. А потом решил через Ависагу и матери. И она пришла к нему и стала просить. А он сразу говорит, да почему не прощ ему царство? Отдать ему царство, а завтра он со мной с тобой разделается. Итак, идите уберьте его. Вот царь не такой был. Он видел, сколько на него того покушения, ну, одного-два его казнил-то мы. Ему предлагали, там эти февралисты были, в феврале, ну, сколько там, 20 тысяч набиралось, что-ли казнить. И в России 200 лет слова революции даже не будет поминаться. Ее не было. Ничего нельзя было сделать. Народ, 85, кажется, процентов крестьянцы, крестьяне были. Ну, куда они пойдут-то? Зачем? Народ-то ничего не знал. Там, в Реверках, что-то было где-то. А теперь, ну, все брали, посылали на войну и то другое. Царь сам разрушил все. И это то, что случилось. Теперь подробности, как слуги были, как его взяли, это уже никакого значения не имеет. Сбылось то, что говорил Григорий Пимович. Погиб царь, погибло все остальное. А последствия, вот оно, Охиблогулах, самым подробным образом. Пошел царь на Голгофу, и вся Россия потянулась туда. А могло быть по-другому. Видишь, я насчитывал жития святых. Все 1173 жития. И похоже, и есть там. Во времена Ликини было он. Поднялся и уничтожил царя, царица, его дочерей. То есть, такое похоже. Особенно Юлианн Отступник, похожий на Ульянова. И какая обстановка была. Я для сравнения знаю, на что указать. Но суть не в этом. Дело в том, что вся Россия не знала Бога. А раз не знала, значит, нужно было переплавлять. И вот эта переплавка пришла. Узду сорвали. Надежда Константиновна Хрупская говорила, религия, узда для масс. Узду сбросили. А взамен ничего и нет. Я сейчас считаю, Антония Храповицкая, митрополита, это тот основатель зарубежной церкви, за рубежом где. Он об этом говорит. Какие священники. Как они уже крестили обливанием, храплением. Какое отношение. Безразвичие, паства. На любую из тех, кто уже хрива вошла. Он говорит, как будто сегодня. И поэтому, если это пришло, виновных все. Невиновных не было. Но через это кто-то как-то. Вот арестовали Ежова Николая Ивановича. танкование. И он сидел, когда ждал. Ждал расстрела. Начинаю считать, его арестовывать не за что было. И он сидит в тюрьме и сказал, есть Бог. Пишут сегодня там воспоминания о нем. Почему? Я делал для Сталина все. Он говорил, взять вот этих, я знал, не новое. Я расстрелил подряд всех. У кого он ходил, обедал его на ворота, что называло, небольшого роста совсем, метр пятьдесят шесть, что ли там. Ну, кнопыш где-то. Он и их всех по однушку спил. У него ничего не оставалось. Не отвлекайтесь. И вот он дошел до этого. Я для Сталина делал все. И вот я здесь сижу. Жду расстреливаться. Потом он целовал сапоги охранникам, как они его убили. Потому что он их всех в страхе держал. А теперь он и на расстрел, как они его волокли, как они били и стреляли его там. Рубили его. Что хотели, то и делали. Вот такое было с Сталем. Практически в Евгии никак не отразилось. Убили, когда оповестили, что убили Егора Египовича Распутина. В стране было рикование. В царе Трехсад Престола рикование, как на Пасху было. Где-то показывают. Как это могло быть? Вот сегодня где-то написали, Путина уже вторую неделю нигде нет. Вторую неделю он нигде не выступает. И тут каких только не было предположений. Голосует за него 80%. То есть он смотрит, прислушивается, народом выступает. Ну, понятно. Это правитель, который знает и органы, и что. А тогда он не в заблуждении был, он просто такой и был, какой он здесь. И говорить о царе примерами уставить нельзя, а говорить раздваивать плеща, зачем? Я бы признались плеща. все на этом. Я сказать ему могу только одно. Надо было отречься. Надо было прислушаться, не более и больше. И больше ничего не надо. Он уехал был. А тут разберутся без тебя. Потому что когда где-то в Базере они собирались в московское совещание, и они сказали, царе надо стердать в России. Это невозможно. Планы наши все лучше. Как? И сказали, еще не на Растутина. Будем говорить, что он в царе живет. Дальше где бы что ни было, там какая беда, там бабы приходят и мои, и все. Ничего не было. Расследования были, там двойника похожего сделают или еще что-то. А он в это время даже в городе не был. То есть они ни перед чем не стояли. Но придет время и они пойдут под нож. Гитлер дойдет на них управу. А эти, которые делали революцию царя убивали, там белый оборотник, тоже пошли под расстрел. И это невозможно предположить, что такие верные ленинцы и они будут расстрелены. А Сталин поставил задачу. Всех ленинских брюзей всех до одного расстрелят. И практически никто не оставил. Находил причину. Все эти передоны были посланные. ссылку и там заварены. Почему вы? Там Сталин, это никто в лоб не шрек. А некого было. Я опять возвращаюсь к царю. я упоминаю мучеников и он в числе последних меня времени упоминает. А был бы он сейчас живой, вы бы что, я такую позицию занимаю, пришел бы я, не допустили. А кто я такой? Хотя мне говорили, вы ведете себя как Распутин. В плохом смысле. А я бы понял это, как похвалу. хотя когда показывали фильм, у нас один звонил, вы священник, не родственник Распутина, там я говорю о власти, о том, что пришли они. Ну, фильм-то занявший первое место на международном киноконкурсе документальных фильмов. Я пойму, если бы допустили, я бы сказал слова Григория Фимовича. Царь, не начинай войны, сгоришь ты. Это не надо делать. А что надо делать? Он одно время пришел в Синод и предложил свою кандидатуру быть патриархом. На что он надеялся? Этого никак нельзя узнать. Но одно то, что он себя предложил это говорить, что никакой был. Повернуть ничего нельзя было. Когда патриарха избрали Тихона, он сказал, там берет из Библии, это подобно свитку, которая говорит, в горе, там горе еще написано. Куда влез? Но они опустили голову, он постоял, повернулся и лишил. Это было полное отречение от столя. А что бы он сделал? Не знаю. Он ничего не мог сделать. Вот если бы я был патриархом, мне говорили, что бы вы сделали? У меня программа. Если бы я был президентом, я вот лично, у меня программа есть. Неужели вы об этом думаете? Да. И вы считаете, реально? Да нереально. Но почему? Я считаю, если бы я был там, в этом, сдобинулся, у меня воображение очень сильно разница. я считал, я считал, жития святых, я с ними плакал, и замораживали, я мерз. Вот, Виктор Гугой об этом писал, когда вот Орлова описывал битву, он слышал ржание коней, запах крови, дыма, пороха. У меня вот это же. Я не чувствую, но я с ними вместе. Я считаю и плачу. Отец Арсений и Киевы. Я считаю, и наоборот, и Вики, которые слушают, все плачут. Почему? Я там вместе с ним, вот я возвращаюсь, или там вуза, мне это все близко. Войти в роль Николая я не могу. Мне не дано это. Он не должен быть, он должен уехать был. И как? Отречься. И ставить вину ему, что давали ему обещание, из рода в род, там клятвы такие. Ну, клятва, во-первых, запрещена. Во-вторых, как можно клясться за внуков, за внуков, но они другой путь избирают. И Бог дал ему свободу. И поэтому говорить о царе для меня совсем непросто. Крушить его святость за мучилищество, мне это не надо. Восхвалять его царство как процветание, это тоже будет неправильно. Но каждый год чистая прибыль была приращение 3-5 миллионов человек. Почему Дмитрий Иванович Меделеев говорит, если бы большевики не победили в 1918 году, у нас было 600 миллионов. Это комсомольская правда на развороте по таким огромным заголовкам. У меня газета есть. Я тут понимаю, люди и морские. Как оно развивалось бы дальше? Что было? Как? Безбой не было бы он не мог. Павел, которого там убили с собакеркой, император, он готовил войска пойти на Индию, чтобы наши солдаты с собакей в Абудинском океане вымыли. Ну, дорога их все там разрушилась, снабжение отстает, пустыня, голод, и половина их примерли, и все. Они не останавливались. Вот особенно об этом хорошо говорит, кажется, Петр Иванов, если... Она, эта книга называется так. У меня даже много из нее было выписано святых. Что-то такое святых. Тайна святых, Тайна святых. Он разбирает жизнь Серапима, Саровского, других, что они имели. Сергий Радонский благословлял на войну. Он показывает, он предсказал вот это я принял за благословение. Он был против войны. Если надо дать Даре, дай ему, пусть он идет домой, царь. Не надо. А почему? Я перехожу на Сергея Радонежского. А уже ровно через 6 лет после Мамаева побоища пришел Тахтамыш и разрушил все. Россию разгромил и Сергия Радонежского керем все пожег. Спрашивали, зачем воевали? Первая победа была. 400 тысяч войск по тем временам это было страшно много. И вернулось только 40. Из 10 9 были убиты. Какая же эта победа-то? Мы Дмитрий Радонежского искали, искали кое-то отношения он там где-то под трупами лежит. Вот как дело. И говорит сегодня о царе, да был бы царь, не знаю. Я знаю, что обращаться к Богу. Там он пишет тайны святых-то. Это тайны святых-то. Как Николай Первый или какой-то. Александр Первый скакал на коне и кричал с нами Бог, мы победим любого. Вот это вся Россия. Впереди войска, скачет император, победа какая-то. Ну, кого, по базе, потом поймали, к примеру сказать. Приращивали ее. У меня есть, там написано, Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии под эти коростали останется виноват. Вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оску островов. Все по берегу и в самому тайгу и в югу расплодили нехлисти и вороку. Кто хуже нас, сокровища земные, транжиры сжет и рубят по весне. Мы опостылили от века и до ныне прибалтики, татарам и Чечне. На нашей земле вожделение, зависть облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцев зависть, у нас отнять за счастье каждый рад. И припев, о Боже, проповедников пришли, священие Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и ход уж очень узкий. Тогда исполнив веренную нам не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы, их и веры. Виктор Николаевич это поет. Святая Русь. Обман. Она никогда не была святая. По сравнению, связи с другими, у русских продвижений не было. Они были против в Библии. В 1876 году только перевели. Перевозчиках преследовали, не давали. И цари это знали, это все к нему относится. А теперь, когда он был уже в ссылке, теперь они считают Библию. Ну, нигде в дневниках я его не видел, чтобы дома они так были. А тут они причащались, молились. Ему это нужно было. И при том, в казни избрали, стреляли у них. Ну, больше всего там девица, которая с ним была, не видел, или качья она там была, стреляли, добивали у них подушка была, набитая бриллиантами. И она не закрывалась, и пули не пробивали. Тогда ее штыком закололи, последнее. Вот что я могу сказать о царе. Сегодня столетие этой страшной акции. Но по-другому практически теперь мы знаем, никак не могло быть. Он сунулся было в Англии, его не приняли. Двоеродный брат его не принял. А в Германии на штыках. Ему бежать некуда было. Ему надо было искать где-то необитаемый остров. Вот и все. Вся доброта. А что на пушках? Все они Константинополь завоевать, победить плот. А в это время, когда думали, а все уже известно было, приезжают туда, думают, как и направлять, а там уже английский плот стоит. Багвата за Севастополь. Это все цари вели. И поэтому о царе для меня не просто говорить наполовину. Я должен показать его мученическую кончину, которая все вспыхнула. Он святой, священномученик, царис Александра и дочери, и сын. Это я признаю. Но в пример его ставить нигде нельзя. В пример ставится по жизни. А по мученичеству все мученики они этим кончили. Считайте. Вторая Маковейская, шестая глава, седьмая глава. Вот почему на эту тему я считаю, моя дорожка заросла травой. Меня там нет. Он сам это подготовил. И в одном фильме, там царское семейство, он падает перед иконами, молится, и я погубил вас, и плачет. Я погубил вас всех. Хороший как-то Семья Романовых или что-то называется. Хороший фильм стоит. Кто-то то ли зарубежный, то ли и местные там патриоты поставили. Семья Романовых. Вот это фильм хороший. Его показано раскаяние и прочее. Меня интересовал Гитлер. Раскаяние было у него не было. И наконец сейчас Юнге это девушка у него была 21 год кажется. Она была напоследу писала его завещание. Она все написала как она пришла как она была в секретаре как выбирали как привезли первый раз она любила его я многого не знала я свенцов не бухан варь не перебрин я ничего не знала а теперь я узнал она сидит и видно что ей уже 75 лет черты лица показывают что она была очень привлекательная сидит и курит говорит просто заведите секретарь Гитлера говорит и она оказывается то же самое как я я диктует и скажет куда я завел вас но он не говорит я жду было ли у него покаяние и она говорит не было живой он остался не живой это там может быть по нам в Парагвай был мы не знаем так это или не так говорят что с собой попроще но я думаю нет это я уже о Гитлере говорю это во многих странах приняли царя нигде практически не принимали и мы не хотели видеть а почему а там рабочие манифеста будут если это примите с вернем правительство и зачем его было брать смутно ты заварил кашу как она особо нам сказала я сама ее и вытребываю пришлось вытребывать уже с кровью море крови а вот если бы так вот мирно шло ну говорю в 34 году так людей было бы много 600 миллионов вот как у царя в этой жизни развивался ничего лучше нельзя было придумать какое развитие какой высокий уровень жизни был европу всю кормила россия там масло книга вышла земля кажется алтай и еще что-то автор к нам приходил книги принес а я ему дал а то она ездит у батюшки есть савимир наш писатель он работал где-то в сельхо этих управлении или что-то такое вот вот почему я не хочу на эту тему говорить это во мне о нем узнать новое я уже ничего не могу и раскопки там лямов что-то был от самого начала его слотовство как было он был замечательный сказать семьянин просто прекрасный происходит революция крушение империи сложительности говорит а он есть усюкающие письма пишет он ничего не понимал ему казалось это временно какие-то смутья он не понимал обстановки а надо было отрекаться они знали что он говорит я патриот для страны ему сказали для руководства фронта не ты нужен а нужен кто-то а ты должен уйти для родины я сделаю все и теперь он уже казнен он добровольно ушел его никто не сховывал уже не как царь бывший царь а когда его расстреляли он уже не царь был обыкновенный житонин романов а по вашему надо было ему отрекаться намного раньше я об этом говорю намного раньше при самом начале его проблеме такое было процветание Руси дал свободу совести старобрядцы открыли запечатанные алтарии ему все были благодарны что перестали так преследовать вокруг него там эти все разные мусульмане полную свободу ничего даже мечтать нельзя было не мечтать а желать высшего какой он был но какое отношение это имеет к вечности никакого к вечности имеет отношение только то что по Евангелию во свете Библии рассматривает он почти неверующий был и еще ему не светило лучше мы благодарны Богу за все что нам досталось вот мой такой ответ слава господи у меня это печальная дата но примером я поставить я никак не могу ни пока не вижу видишь как Гитлер из праха поднял страну а эту самую лучшую страну в прах превратили наоборот я думаю что Гитлер нравится очень нравится он мне нравится больше всех правителей при условии что Бога нет он для народа старался а мы то знаем Бог есть это был просто сатана в человеческом образе я везде об этом пишу что там против евреев поднял славянские народы всей истории там что больше стая не умели считать как говорят так надо понимать говорят волна беспризор а почему я не был после первой мировой войны потому что старые люди разбирали дети семьи родственники разные там крестные а тут никому не нужны сегодня от 100 тысяч до 5 миллионов это же большая разница в 50 раз газету посчитали вы говорите никому не нужны дети но вот сейчас чтобы взять ребенка из детского дома нужно доказать что ты космонавт ну я в кавычках конечно выражаюсь что у тебя там жилплощадь позволяет зарплата позволяет не просто там скромно мы вырастим этого ребенка который никому не нужен живет на попечении у государства еще ты должен потом каждый месяц отчитываться за те копейки что государство дает на этого ребенка там по-моему порядка 20 тысяч есть люди которые берут и показано священник и у него он взял где-то уже 40 что ли одно за другим берет опять потом сразу шестерых взял и каким он берет как в каком возрасте ну показано играют там больше не знаю привозили их к Богу тоже ничего не известно ну нет мусульмане у них без призывов нет они сразу разбирают они очень любят детей переписывать его на себя учить его воевать и все а научить верить Бога быть скромным смиренным нищим духом это другая область совершенно ну вот все я пошел спасибо Господи Господи слава Господи слава тебе это будет благосковерное это дом и ты царь Николай и святое царское семейство молите Бога о нас если я все погрешил прости меня Господи тебе Боже слава отец сын и святой дух амин амин спаси Христос амин амин